и расскажет, как выглядят релятивистские операции сложения расстояний четырехмерных скоростей. И еще какие-то операции там будут, кроме сложений? У нас алгебра, полная алгебра, да. То есть вообще те люди, которые знакомились с релятивизмом по классическим учебникам, вроде того, по которому мы с Дмитрием Сергеевичем учились, это которые были, как же они, дай Бог памяти, Терлецкого, Яков Петрович. Рыбаков Терлецкий. Рыбаков Терлецкий «Специальная теория относительности» и тому подобных учебников здесь узнают кое-что новое и интересное. Вот. Ну, поскольку уже на несколько минут перевалили, то да, я предлагаю начать изложение материала. И, Дмитрий Сергеевич, прошу вас, а я отключаюсь. Да, да, значит, я включаю демонстрацию экрана. Ага. Вот так. Скрыть. Так. Что же она не скрывается-то? Она очень красиво открывается. Так, F5. Так, видно? Да, видно. Значит, релятивистские операции. Это науки никакой тут нету, это развлечение в духе шоу на Ютьюбе. Значит, ну вот тут общая концепция. Это докладчик. Вот так вот нужно оформлять презентации Даша. Модельная структура теории. Ну, это все известные всем вещи. Все это знают. Вот. У нас модель состоит из следующих частей. Это теоретическая часть, которая состоит, собственно, из модели, которая нам дается теоретической физикой. И некая реализация. Реализация может быть математическая. Это мат-модель. Может быть, в виде алгоритма. Тогда это имитационная модель. Может быть, в виде физической или подобной системы. Это натурная модель. И так далее. Можно задавать вопросы сразу, как они возникнут. И две операциональных части. Это приготовление системы и измерение. Так вот, у нас два противоположных подхода. Это Пуанкаре, который сказал, что, ну, как в свое время Билл Гейт сказал, что 40 килобайт хватит для всех. И Пуанкаре сказал, да, эвклидовой геометрии хватит для всех. Он сказал. И везде должен быть один и тот же мат-аппарат. И, кстати, вот эта вот ирония Пуанкаре, назовем так. Так, собственно, преобразование Лоренса, поскольку они так называются, понятно, что их не Лоренс придумал. Придумал Пуанкаре. И он сделал их, продемонстрировал только для групповых преобразований. А обычно мы же алгебры используем. Ну, поля. А поле-то он, типа, сами додумывайте. Я и так знаю. И Пенроуз говорит, нет, для каждой части свой формализм. Если у нас, мы живем в эвклидовом пространстве, давайте мы в операциональной части эвклидовой будем. Ну, а если мы Минковского изучаем, то в теоретической части пусть будет Минковский. В каждой части свое будем делать. Модели Келли Кляйна. Это вот тоже очень хорошее название. Оно выбивается из правила называния, поскольку модель это придумал Кляйн. Келли, честно сказать, мало отношения к этим моделям имеет. Не будем углубляться. У нас есть разные меры определения. Вводятся три меры определения. Эллиптическая минус, параболическая ноль, гиперболическая плюс. Вот детерминанта зависит. И мы, чтобы мозг не напрягать, только двумерное. Нам этого достаточно пока. Это на длину и угол. У Кляйна вообще еще пространственный угол есть. Тогда третье измерение. Но это и так у нас много. И видим, что у нас... Сергей Сергеевич, прошу прощения. Если первый слайд такой информационный был о том, что любая модель или любое рассуждение имеет такой вид, потом мы перепрыгнули к моделям Келли Клайна, моделям, чего ты не хочешь говорить. Это модель у Келли Клайна проективные геометрии, которые описывают все остальные геометрии. Проблема-то возникла. Почему Келли-то тут? То есть это какие-то прагеометрии, которые при использовании могут выразиться или проявиться как геометрия? Нет, нет, это просто классификация геометрии, их построение. Ну, это у нас началось все с Бильтрами, или Бильтрами, который построил проективное представление Лобачевского. А Пуанкаре построил сферическое представление Лобачевского. А Кляин сказал, что на самом деле... Извини, но все-таки геометрии вот и Лобачевского, и проективное, еще какое-то представление, они для представления чего? Движение точки в пространство. Нет, мы можем с помощью вот этого формализма описать любую геометрию, то есть как она ведет себя, какие особенности этой геометрии. Только возникают какие-либо геометрии. Почему вдруг у нас появилось слово геометрия? Что это? А тут я скажу словами товарища Логунова, что у нас теория состоит из геометрии и физики. Мы можем задавать произвольную... То есть это та часть, условно говоря, пространственная, какого-то явления физического или псевдофизического, которую мы пытаемся описать с помощью геометрии. Значит, давайте в сторону отойдем. Слишком абстрактно было, Дмитрий Сергеевич, прошу прощения. Ну вот у меня ничего абстрактного нету. Я сказал, что у меня развлечение, поэтому у меня все можно на пальцах подробнее. Развлечение абстрактное, да. Значит, я проще скажу, если мы описываем любые полевые теории, то, ну, любые теории, любые модели, то для описания теории нам нужны первичные идеальные сущности. Так вот, более судеб сложилось такое направление, как теория поля, и в теории поля есть три первичные идеальные сущности. Геометрия, частица и поле. Собственно, частица и поле... Хорошо, это проливает свет, да. А геометрия, это геометрия, как сказал товарищ Лагунов. Следуем Лагунову. Это он написал в предисловии книги по Анкаре о динамике электрона. Ну вот, видишь, значит, уже электрон и уже динамик. Это хорошо. Извини, все, продолжим. Да, это очень хорошо. Сейчас у меня отключился экран. Значит, что мы имеем? Так, включился экран. Сейчас, извините, я запрещу ему выключаться. Включился. Итак, тут мы видим, что у нас есть геометрия Эвклида, Галилея. Укажу на Галилея, потому что многие говорят, что мы живем в эвклидовом пространстве. Нет, эвклидовое пространство трехмерное, а когда у нас время, добавляется это Галилеево пространство. И тут бы хорошо добавить туда же пространство Кэрролла, которое противоположно Галилею. И псевдоэклидовое. Но в чем оно противоположное? А для того, чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. А если хочешь передвинуться на 2 метра... И где-то оно используется для описания чего-либо? Нет, оно интересно чем? Что мы же знаем, что Минковский у нас разбивается на 2 области. Времени подобно и пространственно подобно. Так вот, когда мы переходим для совместимости, скорости уменьшаем до небольших значений, то получаем или из времени подобного Галилея получаем, а из пространственно подобного получаем пространство Кэрролла. Ну вот просто смешно. Очень понятно, спасибо. Это смешно просто, юмор такой очень интересный получается. Анти-деситер – это у нас теория струн. Деситер – это, собственно, очень красивая теория. Я думаю, что наше пространство как раз деситера, а не Минковского. Ну ладно. Значит, это мы очень долго на этой короткой структуре. И вот, каждая геометрия у нас отвечает группу, алгебра Клиффорда. Соответственно, поскольку мы хотим описывать геометрию в ее собственных терминах, мы должны выбрать какое-то представление алгебры Клиффорда. Это спиноры, это геометрическая алгебра, это комплексные числа. Комплексные числа мы тут рассматриваем. Они мне нравятся тем, что у них есть процедура Келли-Диксона, которая тоже к Келли никакого отношения не имеет. Это процедура удвоения, то есть из одного из действительного числа мы его удваиваем, получаем комплексное число, комплексное число удваиваем, получаем квотернион и так далее. А что, далее далеко? Ну, октонеон, сидион, а дальше все. Дальше пустота. Да, понятно. Вот эта процедура, почему она мне нравится? Потому что на прошлой картинке там были двумерные, собственно, геометрии. Потому что, скажем, что такое Минковского пространства реально? Это гиперболическое пространство, время, расстояние и плюс эвклидовое пространство. То есть, если мы хотим полностью описать движение во всем этом пространстве, а не только бусты, тогда нам нужно построить путем процедуры Келли-Диксона квотернион описывая эвклидовое пространство и прямое умножение делать, то есть, опять же, процедура Келли-Диксона домножить на гиперболическое комплексное число. Ну, для меня просто это проще представляется. Вот скажем, и спиноры, конечно, очень хорошая вещь. Я их очень люблю, но с ними чуть сложнее работать. И геометрическая алгебра, значит, спиноры это у нас пародия на тензоры, геометрическая алгебра пародия на векторное исчисление, векторную алгебру, и комплексные числа это пародия сами на себя. Итак, поскольку есть у нас эллиптические, параболические и гиперболические меропределения, то логично, что у нас есть три типа комплексных чисел, эллиптические, параболические и гиперболические. Пока ничего нового у нас нет. И мы их никак не сравниваем, эти меры и их определения, меры определения. Просто существуют... Существуют, да. Вот Господь нам дал, что квадратичная форма может быть больше нуля, меньше нуля или равна нулю. А квадратичная она почему? Потому что умножение. Да, там да. Ну вот так вот. Поскольку мы хотели заниматься релятивистскими вещами, то мы, естественно, гиперболические числа будем использовать. Дальше вот просто несколько слайдов. Даже мозг свой отпустите, не напрягайтесь. Это просто свойства гиперболических чисел. Я хотел просто показать, что они очень похожи на эллиптические комплексные числа. Это матричное представление. Вы тут сразу увидите представление в виде преобразования Лоренца. Точно так же выглядит. Это у нас формула Эйлера, которую, естественно, не Эйлер придумал. И модуль гиперболического числа. А вот тут вот вы сразу видите, интересно, что у нас разбилось на три части. Это у нас времени подобно, пространственно подобно и светоподобно. Правильно ли я понимаю, что модуль в этом смысле играет роль расстояния? Да, да, естественно, да. Расстояние, да. Таким образом, уже видно, что они хорошо описывают именно гиперболические пространства, поскольку сразу они дают все свойства этих пространств. И над этим даже думать не надо. Это у нас гиперболическое представление. Ну, это по аналогии с тригонометрическим. Наверное, тригонометрическое его нужно называть. Тут у нас гиперболические косинусы-синусы. Это у нас экспоненциальное представление. Мы впоследствии узнаем, для каких процедур, для каких описаний, какое представление предпочтительно. Да, конечно, экспоненциальное нам нравится больше всего. У нас есть гиперболический угол. Вот так вот он выглядит, опять же, для пространственно подобных и времени подобных интервалов. Для свето подобных интервалов, естественно, он нуль. Значит, естественно, мы можем сопоставить каждому гиперболическому комплексному числу точку в пространстве Минковского. Двумерное, естественно, у нас тут. Мы пока не усложняем. Просто двумерное. Минковского – это значит метрика плюс один, минус один, да? Да, 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 минус один плюс один, да. Минус один плюс один. Да, Т у нас в начале идет. Х ноликовая – это Т. И это просто мы вспомнили это. И далее мы смотрим операции в пространстве Минковского. Итак, это именно релятивистские операции, операции, которые выполняются с помощью гиперболических комплексных чисел. У нас задается гиперболический комплекс. Поскольку у нас вот этими пространствами Минковского XT, YT, ZT описываются бусты, то, естественно, там у нас скорости задаются. Так вот, аргумент связан со скоростью вот таким соотношением, где V на C – это то, что называется быстрота обычно. И в рамках модельного подхода, вот у нас приготовление системы, теоретическая часть и операциональная часть. В приготовлении системы мы берем быстроту и переводим ее в гиперболический тангенс угла аргумента комплексного числа. Вот и получается комплексное число. У нас комплексные числа, очевидно… Виноват, Дмитрий Сергеевич, это получаются комплексные числа по модулю равные единице. А у нас группа какая? А R там начиная. SL2C? То есть R у нас было отчасти для красоты нарисовано. Нет, у нас тут унимодулярные. Вот когда у нас повороты, у нас унимодулярные группы. То есть мы изучаем только унимодулярные. Вот в данном случае, в данном случае, только унимодулярные, да. Понятно. У нас есть два движения – поворот и сдвиг. Да. Вот в данном случае мы смотрим на скорости, а скорость – это поворот. Группа SL2C. Если бы у нас была группа GL2C, тогда бы мы и сдвиг смотрели. Да, понятно, Василий. Сейчас нам сдвиг не нужен. Это я вспоминаю, как Пенроуз ругал кватернионы, потому что для того, чтобы они были изоморфны с Пенором, они должны быть и немодулярными. Значит, в теоретической части мы используем только комплексные гиперболейские числа. И когда мы возвращаемся с небес на Землю, в операциональной измерительной части мы переводим из гиперболических комплексных чисел в наши родные метры и сантиметры. Ну и вот элективическая скорость через гиперболический аргумент выглядит вот таким вот образом. В этом смысле скорость света – это нормирующая константа. Скорость света – это не нормирующая константа. Это геометрическая параметра геометрии. То есть это некое число, которое описывает геометрию, задает геометрию. И все. Ну не совсем число. Раз ты сказал метры-сантиметры, то это сантиметры в секунду. Ну, можно так мерить, да. Значит, соответственно, вот у нас вот наша модельная структура приготовления, переход к комплексным гиперболическим числам, вычисления только гиперболические комплексные числа, о скоростях и все остальное забыли. Измерение, переходим опять к скорости от гиперболических комплексных чисел. Ну и дальше очевидные вещи. Значит, с помощью… Я не скажу, что это так уж очевидно. С помощью… Особенно такие громоздкие выражения. С помощью вот этой чудесной функции, которую называют функцией Эйнштейна, которая у нас в виде буквы «мигрант». Как эта буква называется? Это Е, конечно, это Е. Эйнштейн, соответственно, буква Е. Какого числа запретили эти буквы? Первого сентября 41-го года. Распоряжение Мартина Бормана. Значит, эта функция у нас берет в качестве аргумента наши вот приготовляемые данные, делая с ними теоретические части и в результате выдает опять же измеряемые данные уже в нашем галилеевом пространстве. Вот у нас сложение скоростей. Таким образом, у нас нужно сложить две скорости, которые релятивистские. Мы их быстро преобразуем и получаем из релятивистских скоростей наши обычные скорости. Эта функция на самом деле действует не на операнды, а на операции. У разных авторов, скажем, вводится вместо плюса плюс в кружочке, который будет релятивистским сложением. У нас ввести можно релятивистское умножение, но поскольку у нас могут быть разные релятивистские операции, возведение степень и синусы, косинусы и так далее, то проще поставить некий функтор, который действует на все операнды внутри себя. То есть мы действуем не на точки внутри какой-то геометрии, а на движение. Да, на движение действуем, да. Это такой функтор у нас. Ну и вот, очевидно, это сложение двух релятивистских скоростей. Ну да, вот так вот и обычно пишется. А вот для трех скоростей уже не пишется. А вот это вот сложение трех скоростей. Не хотят писать или не получается. А вот это все, я говорю, усмешка пуан-каре. Пуан-каре, что написал, то все и переписывают. А что-то нового написать не могут. Для этого нужно быть пуан-каре. Надо заступить за флажки. Да. Значит, умножение скоростей. Ну вот такая вот. Просто умножаем скорость. Погоди, погоди. Можно предыдущий, очень быстро ты прошел. То есть обычно не писали, а ты взял бабах и сразу написал. Да, легко, да. Ну, на самом деле, я не говорю, что это не писали. Естественно, при желании можно найти. Люди очень много сил прилагают, чтобы написать для трех. И дальше выдыхаются. А мы тут можем и четыре, и пять, и десять. Тогда маленький комментарий, Дмитрий Сергеевич, пожалуйста, сделай. Кто впервые прописал отчетливо от начала до конца, что вот эта структура так здорово помогает в манипуляциях с релятивистскими, ну, скажем так, пока что с релятивистскими скоростями. И потом с чем-то другим. Как это очевидно? Это плогосили нескольких, я понимаю. Но кто-то однажды это всю цепочку прописал? Ну, нет, не знаю, не знаю даже. Не видел такого. То есть, Кулябов не преселились? Нет, 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 это нет, конечно. Других ты не знал? Других, нет, естественно, есть в этом направлении куча работ. Но проблема-то в том, что мы можем разработать операцию... Релятивистские операции умножения, сложения и так далее. Проблема в том, что нужно же их придумывать. Унгар, например, в виде структуры лупу вообще написал, гирогруппы называют это. Тут разные... Да, Рыжков занимался лупами. Значит, ситуация следующая. Это как два разных подхода. Есть, скажем, в компьютерных науках есть разработчики, есть системные администраторы. Разработчики, они все сами придумывают, все делают, чтобы было не похоже на других. А системные администраторы считают, что все уже украдено до нас, и просто нужно найти и собрать. То есть вопрос был подобрать такую структуру, которая наиболее удобным образом описывает это пространство. Ну и, естественно, она уже есть, эта структура. Это проливает свет. Спасибо. Это умножение скоростей. Так, погоди, пока что сложение. Уже умножение? Умножение. Да. А умножение почему? А, потому что произведение двух экспонентов. Да. Значит, у Бейкера есть умножение скоростей, но там с ошибочкой, с маленькой. 56-й год. Так, извини, пожалуйста, умножение скоростей, если сложение скоростей все сразу каким-то образом себе представляют, такой параллелограмм, то, или параллелепипед, как он там называется, пипед, да, то умножение скоростей – это что такое? Это один за другим повороты? Нет. Я не знаю, что такое умножение скоростей. И смысл вот этой операции в том, что, а потому что можем. И все. Давайте перемножим две скорости, а зачем это нужно? А мы можем это сделать, да. Мы можем это сделать. Ну, все, потому что можем. Положим на полочку. Значит, вот это умножение на число. Видим, что какое бы ни было число, оно, это выражение никогда не превысит скорость света. На любое число домножай, любую скорость, на любое число, все равно скорость света мы не превысли. Вот тут бы не надо торопиться, немножко посмотреть. То есть умножение скорости, умножение скорости на число. Когда-нибудь где-либо кто-либо умножал на число скорость? А вот мы сейчас дойдем, сейчас дойдем. Умножение скорости. А, эти заготовки нам нужны для чего-то. Да, да. Значит, ну и пример. Умножение, что сложение двух скоростей эквивалентно умножению на два. Ну, достаточно логично. Так, это доказательство, либо иллюстрация такого? Ну, это у физиков нет доказательств. Есть утверждения очевидные, и все. Зачем доказывать очевиднее? А вот слово сравним, это и есть обоснование? Обоснование, да. Значит, и для трех, пожалуйста, тоже самое получается. Умножение на три. А вот сейчас вот несогласованность релятивистских операций. Это... Если стоит тезис снятия несогласованности, значит, где-то такие несогласованные... Да, вот у нас вот такой вот сверхсветовой зайчик. Наклонное падение луча, где скорость, опять же, превышает скорость света. То есть, какие-то мысленные представления, мысленные эксперименты, приводят... Это учебники по общей физике. Или, например, то, что фазовая скорость может превышать скорость света. Вот так вот. А, вот, произведение скоростей. Ведь написано, что фазовая скорость может превышать скорость света, но при этом произведение фазовой и групповой скорости всегда c квадрат. Вот оно, произведение скоростей. Фазовая... Более того, этот трюк, по-моему, у Дебройля, там, в его... Да, 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 он это... Но вот, как бы, фазовая превышает скорость света. Так вот, я считаю, что это из-за того, что, опять же, Пуанкаре не довел группу до поля, до алгебры, пожалуйста. Не довел группу до алгебры, потому что для него это было очевидно. А для других не очевидно. То есть, разгильтяйство одного исследователя привело к групповому замешательству. Нет, это, я думаю, это не любовь немецкой школы к французской. А русская как относилась к этим двум школам? Я боюсь, что у нас русская школа состояла в основном... в основном из, как бы, халатников. Русская школа в лице халатникова других лиц не было, да? Ну, да, конечно. Как это, когда Капица пообещал тысячи рублей за премии Ландау, за каждого принятого русского в лабораторию, Ландау пришел... Кто был принят? Халатников? Я принял Халатников. Халатников, да. Моисей... Нет, Марк... Иосиф... Нет, Марк Иосифович, да, по-моему, он, да. Ну, в общем, смешно, да. Вот такая вот русская школа у нас была. Так она и относилась. И вот, собственно, из-за того, что у нас не прописаны алгебраические операции, никто путным образом вот такие вещи не решает. И из этого же, кстати, и фазовая скорость больше, скорости света получается. Ну, и вот наклонное падение, пожалуйста, ну, как у нас, при умножении на любое, абсолютно любое число, то, хоть оно бесконечное будет, мы все равно не превысим скорости света. То есть, если мы будем аккуратно применять формализм, описывающий движения в данной геометрии, то мы в этом формализме получим правильные значения, а если мы будем одну вещь считать по одному формализму, а другую по другому, то получается все, что угодно. То, что называется парадоксами. Да, Евгений, парадоксов друг. Скажите, пожалуйста, уважаемый Дмитрий Сергеевич, из этого, из этого, как сказать, формализма вытекает, что если мы возьмем всякие релятивистские операции, будем с ними как-то развлекаться, их складывать, умножать, перемножать, умножать на число, то для скоростей мы получаем вот это мистическое правило, что они не превзойдут этот множитель С, на который делятся скорости, чтобы получить быстроту. Ну, это не может быть, да. Ну, виноват. А как его обзывать? Нормирующий фактор? Ну, для пространственного такого, это вот для того, чтобы мы сдвиги учитывали дилатации, Эйнштейн назвал космологической константой. Так что, для расстояний тоже появится какая-то? Так она есть, Эйнштейн же есть она. В общей теории... Я не знаком с... Ну, лямбда есть же, а фактически, когда мы вводим лямбду, то мы переходим от Максвелла к Деситру, от Минковского к Деситру. Видишь, я никогда не вводил, поэтому не переводил. Ну, да, вот так вот. Не был знаком с прозой, понятно. Но это мы сегодня рассматривать не будем. Нет, нет, это уже... А когда-нибудь? Да, пожалуйста, когда-нибудь, да. Но пока вот такое вот развлечение. Лично мне было интересно, кому-нибудь из слушателей еще было интересно? Сергей Анатольевич, ты занимался нерелитейскими вещами. Тебе сколько-нибудь интересно было сегодня послушать? Сергей Анатольевич, временно отключен. Да, да, да. А Дмитрий Валентинович? Нет, я здесь. Я от начала до конца. Это сколько-нибудь интересно тебе было? Да, очень. У меня даже вопрос есть. О, наконец. Слушаем. Ага. Дмитрий Сергеевич, у меня будет один вопрос. Вот Нобелевскую премию за это дадут или нет? Потенциально хотя бы. Как тебе сказал, Дмитрий Сергеевич, он не есть русский ученый, ему не дадут. Ну, я имею в виду потенциал, а не факт, совершившийся. Вот Эйнштейн, сколько давали Нобелевскую премию? Не давали. Не давали, да. То есть ниже Эйнштейна ты не согласен опуститься? Нет, я вовсе не... Лавра Эйнштейна меня не интересует. Мне это совсем не нравится. Ну, так ответь на вопрос. Да. Конечно, Нобелевскую премию, можно за это уже паковать чемоданы и ехать получать Нобелевскую премию. Нет, конечно. Нобелевскую премию вы читали, за что дают? За полезные инженерные разработки, сделанные в течение прошедшего года. Ну, так не каждый год будет, наверное. Но я ответ услышал. Всего большое спасибо. Еще есть вопросы? Мне было очень интересно. Если бы я еще когда-то услышал и про расстояние, аналогичное, как ты говоришь, сборник анекдотов, мне было бы очень интересно. Да, можно про расстояние. Там получается почти как периодические числа, то есть из-за ограничения по расстоянию оказывается, что мы находимся в центре Вселенной. Да, понятно. Нам не стоит огорчаться, что любая точка Вселенной находится в ее центре. Но мы просто можем сказать, что мы в центре. Начало было хорошее, ты опустил пару слов. Так же просто, как в случае пеодических чисел. Хорошо, спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Спасибо. Я вижу, что достаточно я оперативно все сделал. 25 минут уложу. Спасибо всем. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok